На сто восемьдесят четвёртый день года зажжётся новая звезда на красном поле. Чёрный цвет будет вещать о прошлом. Пытливый ум будет слушать и внимать. Я, конечно, тот ещё предсказатель, но, по крайней мере, моё предзнаменование сбылось. Но речь сегодня пойдёт не о нём. Философ, кулинар, борец с чумой, парфюмер, алхимик, астроном и великий предсказатель. Нострадамус. Сегодня об этом и поговорим. После просмотра не забудьте подписаться. И, кстати, это «История по чёрному». Поехали. О первых годах жизни Мишеля де Нотр-Дама известно немногое. Его ранние годы словно ускользнули от внимания летописцев, оставив лишь случайные следы на страницах официальных документов. Только с 1550-х годов, когда Нотр-Дам стал Нострадамусом, мы можем уверенно рассуждать о его биографии. В этом нет ничего удивительного, ведь Нострадамус не принадлежал к числу коронованных особ, чья жизнь с рождения фиксировалась на бумаге чуть ли не ежедневно. Пробелы в биографии явление типичное для той эпохи. Жак де Нотр-Дам, сын торговца зерном, много лет исполнял обязанности нотариуса провансальского городка Сен-Реми. В декабре 1503 года его законная супруга Рене произвела на свет первенца, названного Мишелем. Длительное время даты его рождения считалось 14 декабря. На ней, кстати, настаивал и сам Нострадамус. Семья, в которой родился будущий предсказатель, хоть и исповедовала христианство, по происхождению была еврейской. Предки Нострадамуса происходили от испанских евреев Сефардов. Еще в 15 веке бежавших от погромов и притеснений в папский город Авеньон во Франции. Там предки Мишеля приняли католичество, а вместе с ним фамилию Ностр-Дам в честь Богоматери. Во Франции, несмотря на в целом лояльное отношение государства, крещеные евреи испытывали определенные трудности. Будучи подозреваемыми в том, что они остались верны религии предков, новообращенные христиане вынуждены были постоянно доказывать обратное. В некоторых храмах для них строили специальные входы. А в Провансе крещеные евреи обязаны были платить особый налог. Благожелательное отношение местной власти позволило многим новым христианам добиться устойчивого положения в провансальском обществе. Уже в 1511 году семья Натердам разбогатела настолько, что смогла купить дом в центре Сен-Реми. Примерно тогда же Мишель отправился в начальную грамматическую школу. В таких школах, где один и тот же педагог, как правило, регент церковного хора, вел все предметы, дети вызубривали латинские псалмы, часто даже не понимая их смысла. Школьники учились также письму, счету и хорошим манерам. Образование было довольно посредственным, поэтому родители, которые были побогаче, нанимали своим чадом домашних учителей. Отец очень хорошо отнесся к желанию Мишеля продолжать образование и осенью 1518 года отправил сына в Виньон. Учеба в колледже длилась около трех лет. Привычную зубрежку латинских гимнов здесь дополнило изучение свободных искусств, наследников классического античного образования. Это были три вии – грамматика, риторика, диалектика и квадривии – геометрия, арифметика, астрономия и музыка, которым христианская эпоха прибавила теологию, священное писание и каноническое право. Грамматика и риторика, искусство красноречивого убеждения, были сходны с современной филологией, а диалектику в дальнейшем заменила логика, с уклоном больше в философию, чем в парадорское искусство. И хотя Мишель преуспел в изучении грамматики, философии и риторики, но наибольший интерес он проявлял к изучению звезд. Он с раннего возраста так часто говорил о звездах и движении небесных тел, что в результате еще в школе его прозвали маленьким астрономом. Когда по окончанию учебы Мишель вернулся домой, отца очень встревожили непрактичные интересы сына. По совету своего старого друга, прагматичный нотариус отправил сына изучать медицину в знаменитый по тем временам в Европе университет в Монпелье. Славящийся своей медицинской школой и уступавший только Парижскому университету. Шел 1522 год. Астрадамусу было 19 лет. В течение трех лет он напряженно учился, читал медицинскую литературу и слушал лекции знаменитых европейских врачей. По окончанию учебы он ждал экзамен и получил степень бакалавра. Следующим шагом честолюбивого врача было получение лицензии на право заниматься врачебной практикой. Около пяти лет молодой Мишель странствует по Провансу и соседним регионам Французского королевства. И хотя он учится на врача и собирается продолжить образование, чтобы получить степень доктора медицины, его привлекает фармацептика. В каждом городе, который он минует, он посещает лавки аптекарей, интересуется целебными травами, бережно записывает лекарствами, косметические и даже кулинарные рецепты. Много лет спустя он напечатает их отдельной книгой, снабдив автобиографическими экскурсами. Мишеля привлекают и античные памятники. Эпоха Возрождения ознаменована пробуждением глубокого интереса к культуре Древнего Рима и Древней Греции. И любознательный юноша тоже не избежал этого увлечения. В далеком 1558 году, когда Мишель Нострадамус работал над своими знаменитыми центуриями, он сделал загадочное предсказание о появлении новой школы. В одной из своих четверостиши он написал «Из Англии придет учение, которое изменит мир». Однако в то время это предсказание осталось незамеченным, и никто не мог предположить, что через несколько столетий оно станет реальностью. Лишь в 2012 году была основана школа английского языка Skyen. По легенде, ее основатели, вдохновленные предсказанием Нострадамуса, решили создать инновационный подход к обучению английскому языку, который бы объединил традиционные методы с современными технологиями. Кстати, одна из этих технологий оказалась столь простая и гениальна, чем и покорила сердца многих. Ученые-умы из Skyen, крупнейшей онлайн-школы английского в Европе, не стали обращаться к звездам, а просто проанализировали огромное количество контента и собрали все это в бесплатный комикс из тысячи самых нужных и современных слов. Героиня комикса Маша получает офер из Лондона, рассказывает о себе новым коллегам и ведет с ними смол-ток не только о погоде. Она знакомится с парнем Тони, заигрывает с ним с помощью пикантных словечек и идет с ним на свидание. Весь материал пропитан английским духом. Он помогает освежить знания, изучить новые слова и позволит свободнее говорить на английском. Забирайте комикс по ссылке в описании или по QR-коду, который вы сейчас видите на экране. Но если вы хотите еще больше улучшить свои навыки, я рекомендую пройти бесплатную консультацию в Skyeng. Там вы сможете определить свой текущий уровень знания языка и выбрать курс, который соответствует вашим целям. Интенсивные курсы от Skyeng помогут вам повысить свой уровень английского всего за три месяца, даже если вы новичок. А если вам нужен специализированный курс, то есть также программы для IT-специалистов, маркетологов и даже других профессий. На интенсивных курсах вас ждут индивидуальные занятия с преподавателем по программе, выстроенные конкретно под ваши цели, безлимитные разговорные клубы, где вы сможете практиковать разговорный английский с другими учениками своего уровня. Темы клубов всегда интересны, а преподаватели помогут, если вдруг возникнут какие-то сложности. Пятнадцатиминутные диалоги с носителями со всего мира, где собеседник найдется буквально за одну-две минуты. Персональный коуч, который будет вас поддерживать на каждом этапе и не даст сойти с дистанции. Ну и еще много других полезностей. Скачивайте бесплатный комикс и записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке в описании или по QR-коду на экране. А в качестве вишенки за вами зафиксируется максимальная выгода до 40% и дополнительные бонусы. В 1525 году Нострадамус получил лицензию. И в том же году на юге Франции разразилась страшная эпидемия чумы. Во время прервав образование, ему еще оставалось экзамены на получение докторской степени, Нострадамус ушел из университета, чтобы на практике применить полученные им знания. Монпелье он впервые заставил говорить о себе во время борьбы с чумой. Его феноменальный успех объясняется двумя факторами. Во-первых, он, как говорят, продемонстрировал необычайную уверенность в себе, а также мужество и находчивость. Во-вторых, он использовал собственные методы лечения и лекарства собственного изготовления, которые оказались очень удачными и с точки зрения медицины, и в неком психологическом отношении. Нострадамус начал свое путешествие в Монпелье и продолжил его через Нарбон, где изучал алхимию у известных еврейских ученых. Затем он переехал в Керкассон, где стал личным врачом епископа Аминьена де Фуа. После этого он направился в Тулузу. В 1525 году молодой врач Мишель Интердам, в охваченной чумой Тулузе, своими глазами видит, а бедствия не защищают ни деньги, ни положение в обществе. Перед лицом смерти нет ни бедного, ни богатого, ни знатного, ни безродного. Мишель своими глазами видел железную клетку на мосту Сен-Мишель, которую по приговору суда заключались богохульники перед тем, как опустить ее в воду на время, достаточное для того, чтобы осужденный захлебнулся. Быть может, тогда в его голову закралась мысль, не является ли чума Божьим наказанием за человеческую жестокость. В 1528 году весь юг Франции вновь охватила эпидемия, еще более жестокая, чем прежняя. После ее окончания осенью следующего года Мишель вернулся в Монпелье, чтобы получить степень доктора. Натердамус успешно сдал экзамены летом 1532 года. С этого момента он уже мог назвать себя доктором медицины. Ему оставалось только пройти пышную, многолюдную церемонию по случаю присуждения высшей ученой степени, совершаемую в приходе Сен-Фермен. С получением докторской степени была завершена целая глава жизни Натердама. Учение закончилось, начиналась взрослая жизнь практикующего врача. Мишель покинул Монпелье, и ему предстояло найти себе место для работы. Он возобновил кочевую жизнь. Будь его лежал в края, которые он знал не понаслышке, в долину Гароны. О жизни Натердамус с 1533 по 1939 год нам известно немного. Все биографы-предсказатели описывают этот период очень кратко. Сам Натердамус ограничивался замечанием, что вел практику в основном в окрестностях Ажена. В Европе о чуме долгое время не слышали. В VI веке н.э. в Восточно-Римской империи разразилась первая известная пандемия этой страшной болезни, так называемая ястинианного чума, которая за 50 лет уничтожила около 100 миллионов человек. В 1346 году она снова пришла в Европу. Это была знаменитая черная смерть, от которой за 6 лет погибло 25 миллионов человек. Почти четверть населения континента. С этого периода чума долгое оставалось в тлеющем состоянии, периодически едовая всплески эпидемии. В среднем возвращение эпидемии происходило один раз в 11 лет, а с 1536-го один раз в 15 лет. Между тем, несмотря на свое постоянное присутствие, чума все же не собирала такой жатвы. Как, например, во время черной смерти или пандемии 1628-1632 годов. Хотя смертность от нее постоянно росла. Нострадамус разработал несколько очень прогрессивных методов борьбы с чумой. Он не пускал своим пациентам кровь. Вместо этого он их учил соблюдать элементарные и весьма эффективные прогрелы гигиены. Он также был инициатором удаления с улиц зараженных чумой трупов. Мишель прославился тем, что создал розовую таблетку. Травяную постилку из плодов шиповника, богатую витамином С, которая принесла некоторое облегчение пациентам с легкими формами чумы. Успех в излечении чумы был настолько впечатляющим, что Нострадамус стал настоящей местной знаменитостью. Хотя практически все это объясняется соблюдением чистоты его пациентами, диетой с низким содержанием жиров и обеспечением достаточного количества свежего воздуха. Благодаря этой практике он сколотил некоторое состояние. В 1531 году Нострадамуса пригласил к сотрудничеству один из самых известных ученых того времени, Жюль Сезар Скаллигер. Мишель переехал к нему в Ажен, юго-западной части Франции. Там он женился, и последующие несколько лет у него родились двое прекрасных детей. К сожалению, его семья умерла предположительно от чумы, пока Мишель был в Италии по своим медицинским делам. На самом деле это было что-то невообразимое. У человека, который так успешно боролся с чумой, не получилось спасти собственную семью. Довольно-таки странно, но именно из-за этого он потерял расположение Скаллигера, и его практически перестали принимать в обществе. Мишель Ноттердам, уже опытный врач, принимал активное участие в умиротворении чумы 1544 года. Он действовал под руководством марсельского медика Луи Сера, о котором впоследствии высоко отзывался в своих воспоминаниях. Два года спустя мы вновь встречаем Ноттердама в жутковатом противочунном облачении. Как сообщает он сам, в год 1546-й я был избран и принят на жалование города Экс-Ан-Прованс, где воля сената и народа трудился ради сохранения города, где чума была столь же сильной, сколь и ужасной. В городском архиве Экса найдено официальное движение присутствия Ноттердама в городе в эти дни. Местный казначей записал в своем реестре счет на расходы за июнь 1546 года на его имя. Нострадамус в ярких красках описывал беды чумы, которые я озвучивать не стану. Да и ролик сегодня не об этом. Но в той же книге Нострадамус сообщает рецепт снадобья, который он с успехом, по его словам, применял в зачумленных местностях. Возьмите опилки кипариса, самого зеленого, какой только сможете найти. Одну унцию. Флорентийского ириса – 6 унций. Гвоздики – 3 унции. Арматического тростника – 3 драхмы. Алоэ – 6 драхм. Разотрите все это в порошок и позаботьтесь о том, чтобы оно не выветрилось. Ну и так далее. Состав, разработанный Нострадамусом, на современном медицинском языке можно назвать биологически активным препаратом дезинфицирующего действия, не выходящим за рамки медицинских знаний своей эпохи. Очевидно, эффект его был весьма невысоким. Однако это не умаляет безусловной личной смелости Нострадама, предлагавшего свое лекарство смертельно больным людям. Нострадамус решил прекратить жизнь странствующего врача. Местом своего проживания он избрал Салон-де-Кро, маленький городок в родном Провансе. Вскоре после того, как он устроился в Салоне, к нему опять обратились за помощью, на этот раз из Леона. От Нострадамуса нам известно только, что ему удалось справиться с охватившей город повальной эпидемией при помощи снадобий, изготовленных по его рецепту местным аптекарем. Но один из его наиболее страстных поклонников добавляет множество, так сказать, подробностей, которые дали толчок появлению на свет сомнительности и легенд о сотворенных им чудесах и стали частью биографии Нострадамуса. Вернувшийся в Салон в Ореоле Славы, нагруженный наградами и подарками, Нострадамус через какое-то время женился во второй раз. Дама по имени Анна Пансар-Жемель была богатой вдовой. Обзаведясь семьей, Мишель купил в квартале Ферьеру просторный дом под номером 2 на темной узкой улочке, которая носит сегодня его имя. Именно там он написал в скором времени свои знаменитые пророчества. Первое время в Салоне Нурдам вел врачебную практику, продавал косметику и мази, изготовленные, естественно, по собственным рецептам. До сих пор не утихают споры и высказывания различных предположений, была ли его репутация мистика причиной враждебности со стороны низших классов. Или их враждебность подвигла его на тайные исследования. Но известно, что в 1550 году появились первые пророчества. И с самого начала пребывания в Салоне он был объектом оскорбительных нападок как приспешник сатаны, как еврей, тот факт, что он принял католичество, не производил на толпу никакого впечатления, и как подозреваемый в симпатиях гугенотом. Все больше отстраняясь от лечения этих варваров, Нострадамус переоборудовал комнату под крышей в обсерваторию и рабочий кабинет. И после того, как изучил книги по астрологии и магии, какие ему, конечно же, далось собрать, занялся делом, которое принесло ему известность, превратив в одного из известнейших людей Франции. В 1550 году он выпустил первый альманах. Альманах имел такой успех, что до конца жизни Нострадамус выпускал пользовавшийся необычайной популярностью альманахи-ежегодники. И хотя во многих альманахах содержались предсказания, которые не подтверждались, множество проживателей, тем не менее, были готовы говорить, что все это ложные предсказания и не что иное, как фальшивка. Тем не менее, слабая прибыль, которую он получал от быстро распространившихся альманахов, подвигли его на написание книги пророчеств. Однако пророчествами он отводил только часть своего времени. Нострадамус продолжал работу над косметическими средствами, медицинскими препаратами, рецептами консервирования и переводами классических литературных произведений. Кулинарные и косметические книги только начали появляться и быстро завоевывали популярность в самых широких читательских кругах. Книга Нострадамуса попала в эту волну читательского спроса и выдержала несколько переизданий, в том числе и на иностранные языки. Очевидная цель ее – донести до широкой публики опыт практикующего врача-терапевта. Длинное предисловие знакомит нас с некоторыми фактами из биографии автора, его взглядами на призвание медика, а также соображениями по поводу состояния современной ему медицины. Особо заметно итальянское влияние на книгу Нострадамуса. Многие кулинарные рецепты он, по его словам, привез из Италии, где под влиянием Византии и арабских стран культура косметики и ухода за телом распространилась куда шире, чем на севере Европы. В 1554 году салон был взбудоражен тревожной вестью. На свет появились сразу два монстра – человек и животное. На самом деле, к подобным событиям в те времена относились настороженно, видя в них предзнаменование больших несчастий. В конце января или начале февраля в местечке под названием Сена, что в 12 километрах к северу от Салона, родился двухголовый ребенок. Он был доставлен Нострадамусу, который вместе с другими учеными осмотрел его и пришел к выводу, что страшный младенец является собой крайне дурной знак. Через полтора месяца из Аргона, лежащего в пяти километрах с северо-востока от города, был доставлен двухголовый козленок. Нострадамус настолько поразился этой мрачной игре природы, что созвал целый консиль. В том же году, во время Великого Поста, Нострадамус стал свидетелем падения необычайного крупного и яркого метеора. Все эти знамения оказались чем-то странным. И людям, которые занимались прогнозированием, в частности и Нострадамусу, нужно было лишь подобрать под это конкретные события. Наверное, стоит объяснить причины интереса нашего сегодняшнего героя к написанию альманахов и пророчеств. Нострадамус утверждал, что основывает свои опубликованные предсказания на астрологии. Но подвергся резкой критике со стороны профессиональных астрологов того времени. К сожалению, существует слишком много вариантов того, как он получил дар своего пророчества. Но я все же склоняюсь к следующим выводам. В 1534 году, наблюдая за рабочим, занимавшимся отливкой статуэток богоматери, Нострадамус сказал, что тот отливает статуэтки идолов. Потрясенный рабочий сообщил об этом властям. Апологеты Нострадамуса утверждают, что он имел в виду только художественные достоинства скульптуры. Но его слова свидетельствуют о явных симпатиях к протестантизму. Прошел слух, что в скором времени Нострадамуса вызовут в Тулузу. И в 1538 году пришел официальный приказ явиться к инквизитору. Как раз таки в ту самую Тулузу. Мишель принял мудрое решение – бежать из провинции. После этого он привел несколько лет путешествий по Италии, Греции и Турции. Во время этих скитаний он заводил знакомство со всем, кто мог пополнить его знания о медицине и фармацептике. Есть большие основания полагать, что кроме того он посещал алхимиков, астрологов, каббалистов и различных фокусников. И якобы во время поездки по Италии он пережил некое психологическое пробуждение. Когда Нострадамус находился в Италии, к нему пришел молодой францисканец из Анконы по имени Феличи Перетти. Будущий пророк почтительно преклонил перед ним колени. На вопрос о столь странном поведении Нострадамус ответил, что не мог поступить иначе в присутствии его святейшества. Ну и стоит ли говорить, что в 1585 году Перетти стал папой Сикстом V. В течение нескольких последующих лет он увлекся оккультизмом. Нострадамус часами мог медитировать в своем кабинете над чашей, наполненной отварами различных трав. От этого у него были различные видения. Именно они стали основой его пророчеств. Увлечение астрологией повлекло за собой написание Нострадамусом первого альманаха на эту тему. Там он изложил свои видения, местный фольклор и прогноз на будущий год. И, как я уже говорил, этот труд имел большой успех. Но если немного углубиться в работы Нострадамуса, то можно заметить, что большая часть его пророческих работ пересказывает сборники древних пророчеств о конце света, в основном основанных на Библии, дополненными ссылками на исторические события. Его исторические источники включают легко узнаваемые отрывки из Ливии, Двенадцати Цезарей Суэтония, Плутарха и других классических историков. Одним из его основных пророческих источников была книга «Миробилис и Либер» 1522 года, содержащая ряд пророчеств псевдомефодия, Иохима из Фьора, Цивонаролы и других. Книга имела значительный успех в 1520-х годах, когда вышло полдюжины изданий, но не сохранила своего влияния, возможно, из преимущественно латинского текста, готического шрифта и множества сложных сокращений. Нострадамус был одним из первых, кто перефразировал эти пророчества на французский язык, что может объяснить, почему они приписываются конкретно ему. Современные представления о плагиате не применялись в 16 веке. Авторы часто копировали и перефразировали отрывки и особенно из классики. Вполне вероятно, что он мог использовать для этого библиомантию. Ну, гад выбирал историческую или ручерскую книгу и брал подсказки с той страницы, на которой она случайно оказывалась открытой. О чём рассказать в следующем ролике? Когда он последний раз заряжал ружьё, носорог так неожиданно кинулся на него, что он не успел положить шомпол на место. И, видно, уронил его на поляне. Не уверен, что могу понять, что бы это значило. Учитывая эту зависимость от литературных источников, маловероятно, что Нострадамус использовал какие-то особые методы вхождения в состояние транса, кроме созерцания и, конечно же, медитации. Его единственное описание этого процесса содержится в письме 41. Популярная легенда о том, что он пытался использовать древние методы гадания на пламени, гадания на воде или оба одновременно, основаны на прочтении первых двух стихов из вышеупомянутого письма, в которых его усилия просто уподобляются усилиям дельфийских или бронхитских оракулов. У Нострадамуса было много хулителей, которые, как только возможно, порочили его, утверждая, что он снашался с бесами, что он колдун, маг и волшебник, тому и может предсказывать будущие события. Другие извиняли его, считая, что знания, коими он был обязан математической науке, которой он был самым сведущим человеком на земле, помогали ему в его писаниях. Иные же, кому казалось, что он писал и изрекал вещи сверхъестественные, говорили, что Господь посредством Святого Духа подталкивал писать вещи, которые он сам мог и не понимать. Манер пророчества о несчастьях, произошедших спустя 10, 12 или 15 лет после того, как он их предсказал и описал. Эти-то пророчества и становились понятными, когда они сбывались у всех на глазах. Пока Нострадамус был жив, ни один из альманахов, написанных математиками, не обретал славу, если он не был подписан именем Нострадамуса. И согласитесь, что это звучит достаточно весомо. В начале 1560-х годов во Франции стали появляться предвестия грядущих религиозных войн и волнений. С целью умиротворения страны король Карл IX и Екатерина Медича в 1564 году совершили поездку по югу Франции. В ходе поездки они посетили и салон для встречи с Нострадамусом. Эта встреча вызвала изрядный переполох в Европе, особенно в Испании. На приеме Нострадамус объявил в присутствии королевы Екатерины и Карла IX, что последний женится на королеве Елизавете Английской. Это означало создание мощного антииспанского союза, что не могло не встревожить всю Европу. Но это предсказание, увы, не сбылось, как и большинство. На этой же встрече Нострадамус заявила Екатерина Медича, что в 1566 году Францию ждет мир и ее положение укрепится. Правда, религиозные войны сотрясали Францию еще около 30 лет. К этим же событиям относятся и предсказания Нострадамуса, которые сбылось очень точно. Речь идет о Генрихе Бурбоне. Малолетний король Наваррский сопровождал своего кузена Карла IX в этой поездке. Говорят, что Нострадамус проявил большой интерес к маленькому принцу и даже присутствовал при церемонии его утреннего одевания, внимательно рассматривая мальчика. После этого Нострадамус сказал, что Генрих получит все наследство. Это казалось невероятным, ведь помимо еще живого и здравствующего короля Карла IX, у королевы, у королевы Екатерины, было еще двое взрослых сыновей. И если бы это предсказание было зафиксировано современниками или до восшествия Генриха Наваррского на престол Франции, этому предсказанию не было бы ценной. Но увы. Впервые это предсказание было опубликовано только в 1718 году со ссылкой на некие устные источники. После встречи с королем Нострадамус прожил еще около двух лет. Большую часть своей взрослой жизни он страдал от подагра и артрита. Последние годы болезнь переросла в страшные отеки. Без лечения это состояние может привести к сердечной недостаточности. В конце июня 1566 года Нострадамус обратился к адвокату, чтобы тот составил обширное завещание, оставив большую часть своего имущества жене и детям. Говорят, что Нострадамус предсказал свою собственную смерть. А когда 1 июля 1566 года его помощник пожелал ему спокойной ночи, Нострадамус по преданию сказал «На восходе солнца вы не застанете меня в живых». Его нашли мертвым 2 июля 1566 года. Наверное, немного странно делать это посреди ролика, но логическое повествование привело меня к этому только сейчас. В поисках ответов на вопросы будущего Нострадамус написал свои центурии. В то время, как в альманахах пророчества были только на текущий год, центурии должны были охватывать период более чем в 2000 лет, а точнее до 3797 года. Всего должно было быть 10 центурий, в каждой по 100 катренов, или неких титрастишей. Между катренами одной центурии не должно было быть никакой связи. Однако, этот идеальный план не был реализован. По неизвестным причинам седьмая центурия не была закончена. Часть запасных катренов имеют те же номера, что и катрены, входящие в центурии. Дополнительные катрены составляют одиннадцатую и двенадцатую центурию. Реакция на центурии, как и следовало ожидать, была неоднозначной. Неработающие классы, наслаждавшиеся чтением альманахов, оказали новым пророчеством восторженный прием. Смутные, непонятные катрены вызывали у них огромный интерес, и им, обладавшим знаниями и эрудицией, удавалось объяснить и даже понять их. Необразованные массы считали, что стихи содержат Тарабарщину и Нострадамуса, который, по их мнению, был орудием дьявола, и которого следовало бояться и ненавидеть. Популярность Нострадамуса была столь высокая во всей Западной Европе, что издатели не гнушались тем, что ныне именуется пиратством. Нередко альманахи перепечатывались без разрешения. Известны также случаи публикации коллажей из его альманахов на прежние годы, однако с указанием уже обновленных дат. Мишель Нострадамус помимо пророчества оставил 154 катрена, помещенных в альманахах на 1555 и 1567 годы. Катрен открывал предсказания на каждый месяц года, кроме того, в альманахах на 1555 и 1559 и 1662 и 1667 годы присутствуют дополнительные катрены, описывающие год в целом. В этом ряду текущих катренов зияет, однако, досадный пробел. Ни одного альманаха на 1556 год не сохранилось. Он был библиографической редкостью и в 16 веке. Не сохранились и переводы этого альманаха, если они вообще существовали. Выходит, нам не суждено прочесть стихи о 1556 годе. Но это не совсем так. В библиотеке Иллинойского университета хранится единственный в мире экземпляр английского перевода альманаха Нострадамуса на 1564 год. Правда, есть маленький нюанс. Этот альманах коллаж. Исходный текст урежен до минимального объема. Краткие прогнозы, заимствованные из французского оригинала сведены к самым общим фразам о погоде и болезнях. Словом, это типичное пиратское издание, и числится бы ему и таковым и дальше, если бы не 11 катренов, сопровождающих эти астрологические выжимки. Ведь, судя по всему, эти четверостиши ничто иное, как весточка из иного мира, где прибывает пропавший альманах на 1556-й. Но каков же источник этих 44-х строк? Во-первых, неизвестный переводчик мог сам выдумать катрены или взять их из источника, не связанного с Острадамусом. Знаете, это маловероятно. В строках явно присутствует присущий провансальскому астрологу стиль и колорит, который проглядывается даже сквозь перевод. Вторая гипотеза. Источником для английского перевода послужило несколько альманахов Нострадамуса на разные годы. И по какой-то причине переводчик заимствовал астрологические данные из издания на 1956-й год, а катрены из другого. Однако все катрены из всех альманахов на 1955-67-е сохранились и они не имеют ни малейшего сходства с английскими. Ну и наконец, согласно третьему самому соблазнительному варианту родословной английских катренов, они действительно относятся к этому году. Это самое логичное предположение. Раз неизвестный переводчик переписал астрологические данные из эльманаха именно на этот год, то почему он не мог взять оттуда же и пророческие стихи. Окончательный ответ на вопрос о происхождении английских катренов могут дать, конечно, лишь добросовестные исследования. Ну или сам Нострадамус. Большинство четверостишей посвящено бедствиям. Чуме, землетрясениям, войнам, наводнениям, вторжениям, убийством, засухам и сражениям. Правда, все они не имеют даты и основаны на предвестиях. Некоторые четверостишие рассказывают о бедствиях в целом, другие касаются одного человека или небольшой группы людей. В одних случаях речь идет об одном городе, других о нескольких городах в нескольких странах. Главная тема, лежащая в основе, предстоящая вторжением Европу мусульманских сил с Дальнего Востока и Юга во главе с Антихристом, что напрямую отражает нынешние османские вторжения и более ранние аналоги с Сарацинских. Все это представлено в контексте якобы надвигающегося конца света. Хотя на самом деле об этом ничего конкретно не говорится и не пишется. Мнения о Нострадамусе сильно различаются на протяжении историй. Да и вообще многие академические взгляды некоторых ученых рассматривают пророчества Нострадамуса как подделку написанную более поздними авторами по политическим причинам. Как я уже говорил, Мишель Донатердам родился в Провансе во Франции и поступил в медицинскую школу в 14 лет. Но дело было не в том, что он был гением. Видите ли, в те времена люди обычно умирали в возрасте около 40 лет. Поэтому время имело очень важную ценность. Записав свое имя на латинице как Нострадамус, молодой человек несколько лет занимался лечением чумы. Некоторые из его методов даже указывают на то, что он опережал свое время. У него была твердая концепция гиены и анархаичная страсть к тому, чтобы не оставлять тела гнить на улице. Другие его практики, например, кормление пациентов пилюлями из шиповника, вспоминаются с меньшим востоком. И да, конечно же, он писал пророчества. Он также написал комбинированную поваренную книгу, такое некое руководство, которым учил людей делать засахренные апельсиновые корки и, что очень полезно, чистить свои сгнившие зубы, параллельно подпиливая их. Но настоящие деньги стали приходить, когда Нострадамус опубликовал серию альманахов со своими предсказаниями будущего. Вскоре он перешел к целым книгам, используя астрологию для предсказаний. Как ни странно, больше всего это не понравилось астрологам. Его коллеги по гороскопам называли Нострадамуса непрофессиональным и неумелым. Но, возможно, это была зависть. Благодаря поэзии и загадочным предсказаниям он стал известен больше, чем кто-либо из них. И это доказывает, что подача информации имеет ключевое значение. После ситуации, которая произошла 11 сентября, все чаще в разговорах стали упоминать Нострадамуса. В центре его вновь обретенной популярности оказалась пророческая четверостишая, приписываемая загадочному провидцу в письмах, написанных в 1654 году. «В божьем городе грянет гром, и двух братьев разорвет на части хаос. В то время, как крепость выдержит, великий вождь падет. Третья большая война начнется, когда загорится большой город». Это было жутковато. Еще большее беспокойство вызывало тот факт, что Нострадамус умер в 1566 году. Почти за столетие до того, как якобы было написано приписываемое ему предсказание. Создавалось впечатление, что со сверхъестественной и оккультной точки зрения все это полная чушь. Что, собственно, так и было. Цитата была взята не из пророчества умершего в веках астролога, а из поста в интернете опубликованного в 1997 году одним студентом. По иронии судьбы пост иллюстрировал то, как нечетко сформулированное предсказание может быть изменено впоследствии и наделено смыслом независимо от прозорливости его создателя. Но в мире, охваченном войной с террором должно быть успокаивало мысль о том, что существует некий более масштабный план. Что внезапная неопределенность повседневной жизни на самом деле предсказуема. Даже если ее предсказали французы. На труды Нострадамуса можно смотреть по-разному. Можно взглянуть на них скептически и увидеть в них ученого человека, жившего в трудное время и обнаружившего, что двусмысленная игра слов и зловещий подтекст завладели воображением публики. Можно считать, что сборник из почти тысячи предсказаний, написанных на нескольких языках, может быть истолкован практически любым способом, который предпочитает читатель. Можно даже прикинуть, что, став талисманом для верующих сверхъестественное, Нострадамус впитал в себя большой, передающийся из поколения в поколение шлейф предвзятости, и что люди увидят то, что захотят увидеть. Иногда, как в случае сложно приписываем четрастишем, к его имени даже могла быть прикреплена целенаправленная дезинформация. Возможно, все это привело к преувеличенной репутации, приклеившейся к нему за полтысячелетия. А может быть, Нострадамус предвидел все аспекты будущего, кроме мелких деталей. Вроде то, что ему просто необходимо следить за уровнем содержания мочевой кислоты. Ведь он умер от подакры. Мишель Донатердам, он же Нострадамус, без сомнения, самый известный в истории предсказатель. Некоторые люди считают, что его пророчество полная ерунда. Другие же являются истинными верующими, которые поклонялись ему в каждом слове. Но давайте проясним следующее. Когда я говорю о том, что какие-либо из предсказаний Нострадамуса сбылись, предсказания и сбылось, я заключаю в огромные скобки, я не имею в виду, что всеми любимый француз действительно что-то предсказал. Книга Нострадамуса «Пророчество», вышедшая в 1555 году, представляет собой поэтическое произведение, содержащее 942 четверостишия, или четырехстрочных стихотворение. Эти строфы представляют собой транскрипцию явных видений, которые Нострадамус узрел, глядя в чашу с водой, наполненной травами. Большинство стихотворений достаточно расплывчатые и могут означать практически все, что угодно, как, например, грозно звучащее, но в конечном итоге пустое стихотворение о 2021 годе. После великой человеческой беды готовится большая. Великий мотор обновляет века. Дождь, кровь, молоко, голод, огонь и мор. В небе виден огонь, текущая длинная искра. Эти строки звучат вызывающе, но без применения некоторого воображения с нашей стороны, каждый найдет в них что-то свое. Однако иногда некоторые исторические события действительно лучше других согласуются с поэзией Нострадамуса. Такие события, как правило, оказываются на слуху и всегда носят мрачный характер. К ним относятся Великий Лондонский пожар, приход к власти Адольфа Гитлера, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны, убийства Кеннеди и теракт 11 сентября. Великий Лондонский пожар 1666 года уничтожил 13200 домов и 87 церквей, лишив жизни тысячи людей. В общей сложности 4 пятых всего города сгорело дотла. Этот пожар навсегда изменил ландшафт Лондона и городу потребовалось почти 30 лет, чтобы отстроиться заново. Как ни странно, пожар начался вулочный, а владелец не смог потушить пламя. В то время в Лондоне не было организованных сил пожаротушения и к часу ночи 3 сентября его дом был поглощен пламенем, охватившим весь город. Сильный ветер гнал огонь в сторону Темса, где он поджег склады с горючим, что еще больше усилило пожар. Из всех пророчеств Настрадамуса, которые, по всей видимости, оказались правдивыми, это пророчество получило приз за максимальную точность. Помимо описания того, что произошло во время Великого Лондонского пожара, в пророчестве указывается точный год, когда Настрадамус предвидел это событие. Справедливой крови будут жаждать в Лондоне, сожженные в огне 66-ти, старая леди упадет с ее высокого места, и многие братья по вере будут убиты. Конечно, только некоторые части этого пророчества сходятся, такие как Лондон, Огонь и 66. Некоторые предполагают, что под многие братья по вере подразумеваются крысы, переносящие черную смерть, которые были уничтожены как раз таки во время пожара. Однако остается загадкой, кто такая старая леди. Следующий пункт посвящен возвышению одного из самых известных диктаторов в истории, Адольфа Гитлера. Гитлер пришел к власти в годы между Первой и Второй мировой войнами, во время недолговечной Веймарской республики. Страна переживала поражение в Первой мировой войне и последующее унижение Версальском договоре, когда на нее наложили такой груз военных препараций, что на их выплату ушло 92 года. Великая депрессия вышла из-за пределов Соединенных Штатов и поразила Германию в самый уязвимый момент. Время идеально подходящее для прихода к власти харизматичного сильного оратора. В связи с этим пророчество Нострадамуса, связанное с Гитлером, гласит следующее. В самом сердце Западной Европы у бедных людей родится ребенок, который своей речью соблазнит большое войско. Его слава усилится затем на Востоке. Каждый пункт пророчества соответствует действительности. Да, Гитлер происходит из бедной семьи. Да, в Западной Европе. Да, он управлял Германию с помощью силы слова. Он был великолепным оратором. И да, он впервые направил военную мощь нацистов на Польшу на Востоке. И хотя строки Нострадамуса все еще достаточно расплывчатые, чтобы не обязательно указывать только на Гитлера, в них достаточно конкретики, чтобы это поэтическое пророчество казалось правдой. Кстати, вскоре после вторжения Германии в Польшу в 1939 году Магда Геббельс, жена министра пропаганды Гитлера, наткнулась в книге «Тайны солнца и души» на отрывок, в котором одно из четверотейших Нострадамуса предсказывало развитие кризисов в Англии и Польше в 1939-м. Доведя этот отрывок до сведения мужа, Йозеф Геббельс приказал создать и распространить брошюру, которая должна была убедить жителей нейтральных стран в неизбежности победы нацистов, которую предсказал Нострадамус. В ответ США провели психологическую войну, сбросив на оккупированные Германии территории больше листовок, утверждая, что Нострадамус на самом деле предвидел поражение Германии. Следующий пункт также связан со Второй мировой войной, особенно с ее масштабным убийственным завершением. Атомные бомбардировки США и японских городов Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. Когда Вторая мировая война подходила к концу, а сопротивление Японии не ослабевало, США и возглавляемый ими Манхэттенский проект Роберта Оппенгеймера. Разработали оружие, которое должно было положить конец всему оружию, а возможно и самому миру. Вместо того, чтобы вторгнуться на территорию Японии и продлить Вторую мировую войну, США сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы Литл Бой и Фэтмен. В итоге около четверти миллиона японских граждан и солдат погибли от комбинации взрывов и выбавших радиоактивных осадков, вызвавших лучевую болезнь и рак. Пророчество Настрадаму с об этих событиях гласило «Тяжелая стрела взяла курс, смерть на словах великое достижение, гордый народ унижен камнем в дереве, слухи о чудовищном человеке, принесшем очищение, затем искупление». Это пророчество действительно кажется немного жутким, если предположить, что речь идет об атомных бомбардировках Второй мировой войны. Стрела это бомба, смерть действительно была великим достижением, если это можно так назвать. А Япония была гордым народом. Часть, где говорится про камень дереве, странная и возможно относится к Урану. А чудовищный человек это как раз никто иной, как Роберт Оппенгеймер, чье сожаление о манхэттенском проекте является мощным моментом во всей истории. Убийство президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года потрясло США и стало важнейшей исторической вехой в истории страны 20 века. Кеннеди сидел рядом со своей женой Жаклин в кабриолете в преддверии своей президентской кампании по переизбранию. Около 12.30 дня, когда машина президента проезжала мимо техасского школьного книгохранилища, раздался выстрел. Кеннеди был ранен и объявлен мертвым в 13.00. В тот же день полиция арестовала Ли Харви Освальда за убийство. И он также был застрелен через два дня, 24 ноября, владельцем ночного клуба Джеком Руби. Пророчество Анастерадамуса, связанное с событием убийства Кеннеди, гласит «Древнее задание будет выполнено, с высоты дьявол падет, пусть он и великий человек, мертвый, невинный будет обвинен в совершении, виновный останется в тумане». Несмотря на отсутствие каких-либо собственных существительных, конкретных регионов и так далее, пророчества вполне укладываются в рамки. По крайней мере, если верить более конспирологической версии убийства Кеннеди. А именно, что Ли Харви Освальд действительно был козлом отпущения, за которого себя выдавал, а настоящий убийца остался жив и неизвестен. Первая часть пророчества «Древнее задание дьявол, великий человек» и так далее является общей и растутчатой информацией. Если не считать, что с высоты дьявол упадет, означает снайперскую высоту, с которой стреляли в Кеннеди. Ну, или правительственные верхушки, участвовавшие в заговоре с целью его убийства. Также мы имеем пророчество Нострадамуса относительно террористических атак 11 сентября на бывший Всемирный торговый центр. 11 сентября 2001 года в 8.46 утра рейс 11 авиакомпании American Airlines летел в северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В 9.03 рейс 175 авиакомпании United Airlines летел в южную башню Всемирного торгового центра. В 9.37 рейс 77 компании American Airlines резался в Пентагон. Почти 3000 погибших в этот день стали самыми смертоносными террористами в истории США. Не меньше значения имели последствия этого события, которые определили ход внутренней и внешней политики США с этого момента и в немалой степени изменила ход мировой истории. Из всех якобы точных пророчеств это, пожалуй, самое туманное. Оно напоминает теракты 11 сентября, правда, если мы читаем четверостишие, ожидая увидеть сходства. И раз уж если мы их видим, оно действительно звучит точно. Строки гласят «Небо будет гореть на 45 градусах, огонь достигнет великий новый город, он уничтожит город с помощью огня, холодное и жестокое сердце, кровь прольется и никому пощады». Некоторые части пророчества ясны, например, высокая температура, великий город, огонь и кровь, кстати, это любимые слова Нострадамуса, ну и так далее. А под ним пророчество может произумеваться никто иной, как у Сэма Бэйнла. Я вижу много просмотров, много лайков и комментариев, и фраза, странная фраза, теперь я, теперь я знаю про мишель. И на мишель. спасибо за просмотр и тем, кто поддержал выход этого ролика по ссылке в описании. А по традиции нашего канала давайте напишем в комментариях «Теперь я знаю про Мишеля». Не забывайте подписываться и оценивать ролик лайком. А это был Олег Черный. Всем пока. Субтитры Субтитры